Как вы думаете, что такое спецэффектное кино? Это какие-то эффекты, выполненные на теле или открытых участках тела артиста. А что может быть спецэффектом? Раны, кожа, кожа, необычные детали лица, это тоже считается спецэффектом. И вокруг носика, и второй глазик. Вот, можно так даже. Но мы еще наносим на огонь и вокруг глаз. И даже иногда на шею и уши. Сударикова Маргарита. Художник по гриму. Опыт работы в театре, кино и на телевидении. Преподаватель Щукинского театрального института. Получила высшее образование в Институте искусств города Кишинева. В настоящее время аспирантура при Институте имени Бориса Щукина. Специальность – история театрального искусства. Сотрудничает с многими телевизионными каналами. Работает и с театрами Москвы. Проводит мастер-классы, семинары и тренинги. Пишет статьи в периодические издания Москвы и стран Балтии. И ушко, и шея, и личико одного цвета. Вот это правильно. Размазываем. Режем ее где-нибудь посерединке. Вот так она должна быть. Вот видите, какая она. Пошла. Ну, наверное. Так, приплеиваем. Вот, посмотрите. Как будто это пузырек от ожога лопнул. И туда мы помещаем самую темную кровь. Вот это плоти. Видите, какая она? Потрогайте. Трогайте, если какая. Она может быть телесного цвета. Из нее можно делать вот такие шрамы, как я показала. Берем по кусочку воска и лепим на руке царапинку. А теперь берем кровь. Тубую берем. Чем глубже рана, тем темнее кровь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Закрыли суши. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А потом делаем вот такую дырочку. И туда, в эту дырочку, можно на себе сделать перед зеркалом. И туда кровь. И у нас получается пулевое ранение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Под грим одна основа, под косметику совершенно другая основа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что вы делаете сначала, грим или прическу? Прическу. Нет, прическу, прическу, чтобы не пасить волосы. Правильно. А если нужно одевать парик? Сначала грим. Сначала грим. Грим? А потом? Уже парик. Который заранее плавается на специальном трофумбоване. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова